Когда звенят арбузы, Химкинский рынок гудит, как муравейник. От покупателей отбоя нет. Прилавки ломятся по тяжести урожая. Такое изобилие бахчевых сейчас предлагают жителям во всех микрорайонах городского округа. У нас сладкие арбузы, никто никогда не жаловался. Наши клиенты всегда довольны. Приходят еще, ну, если сегодня берут, то и завтра приходят, съедают. Хоть большой, хоть маленький, разница. Обычно все довольны. Так какой же выбрать? Конечно, самые сладкие. Волгоградские будут чуть позже в сентябре. Астраханские – самые популярные и на слуху. А еще азербайджанские и дагестанские. Если он идет звонкий, правильно? Он идет не переспевший, ничего. Если идет вот тупой прям, он прям будет как сахарный. Он или она? Этот вопрос задают почти все покупатели. Девочка поменьше семечки. Они думают, что девочка типа слаще. Нет. То есть сорт один и тот же, но это как из народа такой, типа девочка-мальчик. Впрочем, бахчеводы уверяют, мальчик или девочка – разницы нет. По этому признаку ни сладость, ни спелость не определить. Но на внешний вид ягоды обратить внимание все же стоит. Плод должен быть без трещин, вмятин и выбоин на корке. У спелого арбуза корочка темно-зеленого цвета с яркими полосками. На зеленой корке арбуза должно быть желтое пятно. Если солнца арбузу было достаточно, то оно будет ярким, а значит и мякоть слаще. А еще лучше сразу пробовать. Так. Узнаешь, ты скажешь, что там в вкус. Очень сладкий. И сочный. Как вам арбуз? Хороший? Вкуснее ели? В этом году нет. Попадая на официальные бахчевые развалы, даже самый маленький арбуз проходит проверку в лаборатории на нитраты. По словам специалистов, нарушений в отечественных арбузах не фиксировали уже давно. У нас есть сертификат. На каждый завоз приходит лаборатория. Мы даем один арбуз, одну дыню. Лучше покупать арбузы в установленных местах, чтобы избежать печальных последствий. В Химках организовано пять санкционированных точек продаж. Традиционно бахчевые развалы в городском округе будут работать до поздней осени. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.